Владивосток ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень много молодежи у нас проживает, каждая четвертая у нас студент, и вот необходима была такая точка сборки. Вы назвали это место силы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дивосток не может быть не местом силы. И то, что фестиваль происходит именно здесь, где можно огромное количество молодых людей напитаться вот этой энергией природной, смысловой, это, конечно, большая удача и прекрасная идея. Я хочу поблагодарить всех тем, кому пришла в голову эта свежая мысль. За пять дней у нас будет около сотни просветительских мероприятий. За пять дней будет показано восемь спектаклей различных. Даже из новых регионов мы привозим спектакли. Из Москвы, из Петербурга. Это, конечно, бесконечное количество мастер-классов и лабораторий. Ну, поделиться тем, что мы у себя делаем в театре. Каждый на своем месте. И совершенно нужно отбросить стереотип, что это в Москве, там они так могут, а у нас, да ладно, и так сойдет. Или мы это делать не будем. Вот если у кого-то есть такое понимание, что у нас здесь и так, да и так сойдет, тогда добро пожаловать к нам на деловую программу. Молодежь собирается. И этот двухнедельный разговор, я надеюсь, приведет к каким-то положительным результатам. С молодежью надо разговаривать на их языке. И не рубить с плеча. Речь идет о лаборатории, которая должна приносить результаты. Я не понимаю лаборатории, в которой что-то делают, 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 и потом ничего не происходит. Потом все разбегаются и жмут друг другу руки и так далее. Наша лаборатория под названием «Акустическая читка», метод саунд-драмы, способ саунд-драмы. Кто-то говорит, это жанр, не жанр, это уже время покажет, но говорить о способе уже можно. И любая лаборатория наша, это должен быть результат. Он может быть положительный, он может быть отрицательный, неважно, но должен быть результат. Над чем мы работали там, две с лишним недели. Ну а сразу после форум выплеснулся на улицы города, погрузив в свою атмосферу горожан и гостей Приморской столицы. Лучшие уличные театры страны давали свои представления. Сейчас салфетка невидимым способом переместится из правой руки в левую. Фестиваль уличных театров захватил центр города сразу и безоговорочно. Буквально каждые 30 минут начинается новое представление, новый спектакль, в котором может принять участие зритель. Вот театр на коврике, это смоленские артисты, дают два спектакля «История сеньора Рапо» и «Ромео Джульетта». Это спектакль импровизации, спектакль «Мастер-класс». Артисты показывают, например, как с помощью коврика и нескольких предметов создать свое представление. Говорят, театр как явление именно так и появился на свет. Вы попробуйте сделать его так теперь. Прижали желание, освободилось место для второго желания. Второе желание загадали для любимых людей. Я уверен, что у каждого из вас есть хотя бы один любимый человек. Давайте что-нибудь для любимых. Он работает еще с судьей. Ваша честь. О, сеньор, сеньор Панталоне. И вот сеньор Панталоне вышел на центральную площадь. Венецианцы при виде Панталоне говорят ему «Бонжорно, сеньор Панталоне!» Сеньор Панталоне, куда вы побежали? Идите сюда. У вас Панталоны складают. Театр супер. Уличный театр – это магия волшебства. И столько эмоций. И у актеров, и у зрителей. Я смотрел, зрители там вообще все в повалках. Ну и, конечно, благодарность ведущему. Ведущий просто гениальный. Отличная идея. Едем с Артемом специально для этой цели посмотреть. Лесопед-шоу от московского коллектива «За углом». Это жгучий коктейль театра, в котором замешана эквилибристика, клоуна, дожонглирование и шоу на ретро-велосипедах. Необычно и смешно. Зритель так близко, что почти на сцене. Попробуем поехать? Давай. Разные площадки. И все сконцентрировано. На небольшой площади. Можно свободно пройти и посмотреть. И в одну площадку посмотреть театральные коллективы, и в другую площадку детей здесь развлекают. И нам понравился. Такой для детей интересный. И они захватывают зрителей, выводят. И зрители принимают участие. Почти-чуть. Давай одно. Нет. Ну, поторгуемся давай. Театр «Да, мы» предлагает интерактив. В их импровизационном представлении участвует вся ребятня в округе. Режиссеры Ольга Анечкова и Виктория Мустафина объединили актеров, музыкантов, артистов цирка и кукольный театр. Во Владивостоке давали морские истории, что особенно понятно нашему городу. Целый день в режиме нон-стопа. Один театр сменяет другой, а зритель совершенно забывает, что такое время. Этот праздник горожане будут помнить очень долго. У каждого в жизни есть место, свое место силы. Оно собирает вместе таланты со всей России. Пусть станет всем ясно, без лишних слов, без искусств и нет ярче краски. Чем эта большая любовь. Открывали фестиваль «Время силы Владивостока» на сцене Приморского драматического театра молодежи. Это был настоящий просветительский спектакль, который в оригинальной форме пояснял, что покажет фестиваль, из чего будет состоять и чему будет учить. Актер приносит на сцену не только свой материал, но и приносит себя, как организатора этого материала на глазах у зрителя. Иногда он перестраивает задание драматурга, задание режиссера, ибо выдвигается новое задание. Задание актера, которое является в момент вот этой самой импровизационной игры. Выступали наставники, выступали гости. Я очень рад, что в России появился такой молодежный просветительский проект, который обращает внимание на самые разные, но одинаково нужные театральные профессии. И в этом году ГИТИС, Российский институт театрального искусства, в рамках фестиваля «Место силы Владивосток» проводит лабораторию, которая будет способствовать, я надеюсь, повышению мастерства тех, кто пишет о театре, то есть начинающих театральных критиков, театроведов. Рождение нового фестиваля – это огромная радость для всего пространства. Понимаете, все театральное сообщество именно на фестивалях вспоминает, что оно сообщество, вспоминает, что оно делает единое театральное дело, вспоминает, ну, что мы все все-таки братья и сестры, находящиеся в разных отношениях с друг другом, но братья и сестры. Тем более важно, что фестиваль – это еще и всегда вызов для театра. Пусть каждый участник и зритель фестиваля получит незабываемые впечатления и найдет место неисчерпаемой силы для дальнейших жизненных познаний. Ну и, конечно, публики напомнили – театр и искусство синтетическое. И музыка, и свет, и феерия – его важнейшая часть. Солнце в спину горизонта, где сирень кудрявит сетец и поет прибой. Где пушистая пшеница и как лезвие осока, где парящий в небе птицей голос твой. Таким был первый день форума. Все подробности фестивальной жизни смотрите в его дневниках ежедневно на ОТВ. О снах Пенелопы, о театральной критике и зачем театру Буфет мы расскажем в следующем выпуске. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!